Море, солнце и пляж – три составляющие прекрасного отпуска. Большинство россиян ежегодно выбирают отдых на морском побережье, будь то за границей или курорты Краснодарского края. Не отстают и жители Сергиевского района. Так, согласно статистике туристического агентства «Перспектива Тур», лидирующую позицию у наших земляков в этом году занимает Турция. Это объясняется не только красивыми местами, но и сервисом. Любовь к системе «все включено» у туристов стала значительно сильнее. Однако это не означает, что на турецких берегах отдыхающих больше, чем на российских курортах. Первое место Турции обеспечивает туристический пакет, предоставляемый оператором. Черноморскому побережью нашей страны и сергачи отдают достойное второе место. При этом чаще выбирают Крымский полуостров. На курорты Краснодарского края и в Крым добираются самостоятельно, а к помощи туристического агентства прибегают в отдельных случаях. Что стало примечательно, то что у большинства туристов возник такой гастрономический интерес к внутреннему туризму. Туристические компании предлагают в этой сфере огромное разнообразие услуг. Это и сельскохозяйственные, и экологические, и промышленные, экскурсионные, религиозные туры. И очень часто люди стали выбирать автобусный тур выходного дня. Это 2, 3, 4, 5, 6-дневные туры по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, в Казань, Нижний Новгород, в Уфу. В общем, в те города, которые собрали огромное количество достопримечательностей. Замыкает тройку лидеров страна души – Абхазия. Это небольшая, но очень красивая республика, поражающая своей природной красотой. Здесь расположено много курортов, огромное количество природных и культурных достопримечательностей. А хороший климат позволяет не только хорошо отдохнуть, но и подправить свое здоровье. Что немаловажно, поездка в Абхазию очень экономна для сергиевских туристов. К слову, все перечисленные места отдыха требуют малых денежных затрат. Но некоторым сергачам удается отправиться в путешествие в такие страны, где бюджетная сторона значительно выше. Конечно, это лето, это пора отпусков. Начинается, наверное, где-то с мая постепенно приобретаться туры. В мае весной, конечно, подешевле гораздо. Самый такой загруженный месяц – это август. То есть июнь-июль так спокойно, люди летают, отдыхают. Но в августе, конечно, гораздо больше туристов, потому что последние деньки догуливают наши школьники. И родители стараются последние недели захватить для того, чтобы детей куда-то свозить, оздоровиться, отдохнуть, набраться сил для нового учебного года. Важен еще один момент. Все туры необходимо планировать заранее. Клиенты доставляют ряд проблем туристическим агентствам, ошибочно полагая, что могут улететь на отдых в любое время дня и ночи по горящему туру. На деле все оказывается не так уж просто. Сейчас очень большой спрос на отдых в Турции. И люди стали заблаговременно заботиться о качестве своего отдыха и заранее бронировать. И получается так, что очень много желающих, которые хотят сегодня-завтра улететь, сталкиваются с такой проблемой, что мест на самолет, на билетов просто нет. И приходится как-то откладывать, подстраиваться, искать какие-то другие даты, меньшее количество дней находить и так далее. То есть мы уже с этим сталкивались, обжигались, и ситуация не очень приятная. Поэтому я советую лучше заблаговременно, совершенно спокойно подобрать себе выгодный тур и ни за что не переживать и не столкнуться с такой проблемой, что придется провести в такой погоде, пасмурной, свой отдых. Валентина Поликарпова, Александр Жуков. Служба новостей телеканала «Радуга-3». Продолжение следует...